В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Мы уже неоднократно делали материалы о деятельности уголовной исполнительной системы и рассказывали о службе сотрудников в охране, безопасности, воспитательных, тыловых и производственно-технических службах. Сегодня в нашей студии впервые сотрудник спецназа, заместитель начальника отдела специального назначения «Лидер», подполковник внутренней службы Олег Александрович Орлахов. Олег Александрович, добрый день! Добрый день! Рад вас приветствовать в нашей студии. И первый вопрос, который я хочу задать, это вопрос обывательский. Отдел специального назначения, сотрудник спецназа. Когда я говорю эти слова, в моей голове волей-неволей всплывает картинка человека, который сидит где-то на крыше с автоматом и кого-то караулит. Кто же такой сотрудник спецназа и чем занимается отдел? Во-первых, чтобы так разобраться, если начать с истории образования отдела специального назначения, это был, появился он, был сформирован и утвержден приказом лихие 90-е годы, когда массовые беспорядки, шумихи и различные, в общем, как беспредельные действия наших подопечных выводили того, чтобы образовать этот отдел, скажем так. Отдел состоял там всего лишь из нескольких человек, то есть и не были вооружены, как сейчас, и для выполнения определенных задач, для подавления массовых беспорядков, скажем так, выполнения тех требований, которые должны выполнять наши подопечные, то есть требования администрации. То есть у них свой режим, соблюдение режима и всего такого, что должно соблюдаться. Отряд, очень, сказать так, прошло через него очень много народу в плане службы. Были такие выезда, как выполнение служебного долга на горячих точках, это как получается, Чеченская республика. Были сотрудники, которые служили даже, скажем так, в выполнении долга в Афганистане. Принимались на службу тогда, в принципе, с различными, как сказать, требованиями. Требования это в плане моральной, волевых качеств, которые должны выполняться, иметь должен сотрудник, быть готов к этому. Ну, физически быть должен развит, то есть физическая деятельность, то есть там спортивная подготовка, она прямо в поседневной жизни, не столько, сколько на службе она пригодится должна быть, но и, скажем так, в гражданской жизни. То есть мы много слышим, когда сотрудники, там, проходя мимо, там, идя с работы, где-то спасают кого-то, где-то вытаскивают из огня, какие-то делают такие своеобразные подвиги, скажем так, где гражданские люди, ну, не готовы, как бы, к этому, ну, как бы в таком ракурсе сказать. Ну, то есть поэтому, наверное, и называется отряд специального назначения. Специального – это вот именно специализированная, там, работа для обеспечения безопасности сотрудников, которые находятся сами в учреждениях, то есть тех же колониях, исправительных тюрьмах, изоляторах, колониях поселения, и обеспечивают больше их безопасность, режимных мероприятий, проведения различных. Также при участии, при конвоировании нас привлекают. Выполнение спецмероприятий совместно с другими подразделениями, например, как УВД, Росгвардия, ОМОН, СОБР, то есть спецоперации по проведению, например, освобождения захваченных тех же заложников, те же заложники, наши сотрудники учреждения могут оказаться в заложниках. Освобождение в здании, освобождение, например, на транспорте, такие спецоперации. Ну и также, как массовые беспорядки, привлечение сотрудников совместных со всех служб, систем и всего таких вот подразделений. То есть вместе со всеми структурами ваши сотрудники в том числе обеспечивают... Да, есть плановые такие мероприятия, как проведение занятий, тактика специальных, тактика строевых занятий, то есть какие-то такие сложные понятия, но это как учение, скажем так, освобождение, например, захваченных, например, вот было, автовокзалов. То есть мирные жители, проходя мимо таких вот, как сказать, мероприятий, видят много сотрудников, бегающих с автоматами, что они начинают снимать на телефоны, то есть как-то критиковать это все. Но это же происходит в нашем современном мире, в связи с сложившейся обстановкой, не просто так, а зачем-то это делается. То есть есть цели, есть задачи, которые должен выполнить сотрудник той или иной службы и сделать это на отлично. То есть второго шанса может и не быть, скажем так, чтобы там был готов ко всему. То есть сотрудник отдела специального значения должен быть готов, полевой, морально, физически развит, выполнять точно поставленные задачи, цели, знать свои функции. Ну да, то есть я так понимаю, что рядовой гражданин с тройкой по физкультуре точно не попадет к вам. Не то что с тройкой, есть люди, которые способны и найти при сдаче нормативов, например, по физо, происходит это не то, что как бы там загонять, как-то унизить, может что-то говорят, что там у вас есть такие спарринги, которые все боятся в плане того, что пройти изначально физические тесты. Физические тесты как бы не только сложны, там пробежать определенную дистанцию, там километр 3-5, уложиться во времени, подтянуться, то есть больше там положенного либо нормы, показать свой, как сказать, мужской стержень, так сказать, не сдаться, не подкупиться, я не могу, я не это, потому что в служебной деятельности бывают такие моменты, что так надо и назад дороги не будет. Ну вот мы заговорили про горячие точки, про сложную обстановку, сегодня обстановка тоже в мире достаточно напряженная, сложная, мы все знаем, с чем это связано, это связано с Украиной, и здесь, наверное, нужно говорить еще о патриотизме, о воспитании патриотическом, вот в этом направлении какие-то работы ведутся? В этом направлении, скажем так, большая работа проводится на нашей базе, на, грубо говоря, как мы находимся в главном управлении Федеральной службы исполнения наказания, на нашем базе у нас было переведено и в городе Уссурийске, и сформирован такой военно-патриотический клуб, называется «Юный спецназовец». У нас находится подшефная школа, где ученики различных классов, ну, в приоритете, как бы, более старший возраст, это ученики 8-9 класса, которые заинтересованы в плане того, что сформирован этот клуб и производятся в нем, значит, такие следующие, как бы, занятия для творческого выявления, военно-прикладных занятий, занятия ОБЖ, это выживание, основы медицины, оказание первой помощи, необходимости, такого, как в быту. Военные занятия в плане стрельбы различные, ну, стрельбы не с боевого оружия, соответственно, мы знаем, что есть там воздушные винтовки, там, метание топора, лопатки, ножей, то есть такие, чтобы люди знали, что, как относиться к колющим, режущим средствам. Ну, воспитание, особенно, как бы, наклон, скажем, военно-патриотически, именно патриотизма к родине, ну, к родине в плане того, что нигде человек родился, к своему городу, к своему селу, к своей местности, знать, как бы, основываться на тех, как бы, постулатах, которые были, например, почти там, память дедов в Великой Отечественной войне. Проводится много таких мероприятий по местам боевой славы. Ведутся такие в других регионах, мы обмениваемся, как бы, знаниями, и, например, выезда есть, посещение памятных мест. У нас много фордов, например, в Владивостоке. К чем это было и с чем это связано было? А не так, что это просто как артиллерия, там, какое-то оружие, что-то, зачем-то. То есть конкретно пояснить, зачем это было сделано, к чему это прививалось и за что народ, например, погибал на войне на той или иной другой. То есть такие мероприятия. Ребят много, кто этим увлекается и занимается? Не то, что много. В связи именно с подготовкой, сдачей экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, сейчас поменьше. Вот сейчас, в данный момент, наши, как сказать, подшефные, курсанты их назовем, или слушатели военной патриотической клуба, должны участвовать в подготовке коробки к 9 мая. То есть сбор многих классов, школ, например, мы находимся как в городе Уссурийский, должны были построения также с военными, например, 83-й бригады десантной, с сотрудниками ОМОНа, например, просто военными 5-й армии. То есть оказывается помощь в построении, так скажем, такого юно-армейского школьного, школьных коробок для проведения 9 мая, Дню Победы. А, может быть, какие-то уроки мужества просто в школах проводите? Да, это тоже неотъемлемая часть урока мужества, проведения. Совместное мероприятие было недавно проведено вместе с отделом специального назначения ГРОМ, это госнаркоконтроля ОМВД по Приморскому краю, на базе ДСАФ, где слушатели и участники этого мероприятия были лица призывного возраста, школьники, которые находятся и с проживанием на базе ДСАФа, полностью по воинскому уставу, со стрельбами, с занятиями, с физической зарядкой, отбоем, подъемом, всем такое. Проводилась профессия, по такой тематике называлась профессия, есть такая профессия – родине служить. То есть она очень впечатлила людей, молодых, они начали разбираться в географических координатах, то есть были уроки топографии, медицинская подготовка, не то, что была сложность, а на нанесение, например, обыкновенных туров, витков бинта, повторить, сделать, закрепить и сказать, дать свою оценку своим знаниям, своим умениям, которые они получили. Также разбирались в более военной тематике – это нашивки, шевроны, знаки отличия, каким родом войскам, как правильно расположить погоны, то есть такое интересное интеллектуальное занятие именно военной тематики. Просто не то, что он военный, он служит. Какие рода войск, как, где, к чему относятся, то есть такого плана. Также у них была следующая – это разборка, сборка оружия. Сотрудники спецназа «Гром», например, показывали, рассказывали о своих прелестях работы, в чем сложность, в чем сдача зачетов по физической подготовке, также быть физическими здоровыми. И в целом прошло на ура все, скажем так. Это был первый такой, как бы сказать, пробный момент. Он сделался с колес, но приглашенные были именно школьники, были, по-моему, Арсеньева или, по-моему, да, и нашей школы, по-моему, 13-й, где, грубо говоря, люди уже были прошедшие там чуть-чуть подготовку, и только приглашенные, скажем так. То есть она на постоянной основе введена. Также нас приглашали именно сотрудников отдела специального значения, вот лидер, приглашают регулярно быть с судьями и, скажем так, немного даже участниками военно-патриотических игр, как «Зарница». Это было на базе, например, Росгвардии и Братства Крапова-Берета, которое у них есть, кадетский класс, где они более, скажем так, более серьезно, скажем так, уже, более с такими уставными мероприятиями проводят эту игру, «Зарницу». Оказание помощи, переноска раненого, там, отстреливать, занять позиции, то есть более подготовки, скажем так, к военной службе отнесем это. Скажем так, многие даже, так, выпускники, просто статистику как бы не владеют, из некоторых классов, школ, имея характеристику, что они проходили у нас, скажем так, курсу, подготовку, да, имеется характеристика для поступления в военные вузы. То есть, как, например, там, вузы уже более, как бы, такой спецификой военной, скажем так. Ну, а в целом, будет вот сейчас проводиться в апреле, правда, только с детьми сотрудников уголовно-исполнительной системы, будет всероссийский, всероссийская игра называется «Зарница». Первый этап будет проходить в апреле у нас в Приморском крае, пока составляются заявки, насколько это будет грандиозное участие. Ну, это впервые такое делается. Затем дети сдают нормативы по физической подготовке, это нормы ГТО. ГТО, знак ГТО, как сейчас в приоритете, при сдаче, например, каких-то вступительных экзаменов в своем вузе. Ну да, в приоритетах. Да. Раньше было только за золотой знак ГТО, то есть получались. А сейчас каждый вуз определил свое министерство, например, науки и образования, определило, что имея какой-то знак, степень, то есть уже, как бы сказать, студент, будучи уже студентом, поступает в вуз и имеет какие-то баллы, какие-то все-таки, как сказать, пряники. В плане того, что студенты, которые сдающие, уже даже могут и студенты в наших клубах участвовать военно-патриотически, потому что он, как бы, добровольно и никакой такой не несет вещи коммерческой. Сдача этих нормативов, он может иметь повышенную стипендию, сдача этих зачетов по ГТО, получив знак отличия. В этом, как бы, мои сотрудники, и я помогаю сдаче, подтянуть физическую подготовку. Там кто-то не имеет подтягиваться, кто-то отжиматься, кто-то, там, бегать не умеет. В этом у меня сотрудники, как бы, имеют свой опыт и образование по физической подготовке и преподавательский уровень имеет классный. И это используется в повседневной жизни у нас. То есть это не просто так, что вот пришел, занимаешься, а это действительно вы их ведете за руку фактически до самого... Фактически, да, как бы разговариваются, чтобы не прогуливали занятия, что им интересно было заинтересовать молодежь, именно чем раскрыть их потенциал и талант. Они не могут определиться при поступлении в ВУЗы. Какой ВУЗ мы выберем? Кому-то даже вот из юношей, из девушек преподавалась медицина, им очень это понравилось, просто на таком уровне, что он именно вот хотел. Если я, говорит, не поступлю в высшее заведение, я пойду сначала, например, в колледж, в техникум, то есть, говорю, медицинский, а затем я буду все равно поступать. Мне нравятся военные медики, например. Как они сейчас помогают, участвуют во всех мероприятиях, как бы она ни была. Это как бы две профессии. Уходя на пенсию с военной службы, ты все равно остаешься, почтен в своей профессии и медицине. То есть такого плана. Вы говорите, что многие ребята, кто-то в медицину уходит, кто-то уходит в полицию, кто-то уходит в Росгвардию, кто-то еще куда-то уходит. Не обязательно в уголовно-исполнительной системе остаются, а сама уголовно-исполнительная система, отряд лидер, вы как взаимодействуете со всеми остальными? Есть ли это взаимодействие? Взаимодействие есть. Я вот рассказывал вместе. На всех соревнованиях, которые бы не проводились, как бы сказать, гражданского, там, кубки, чемпионаты России, скажем так, есть чемпионаты силовых структур, общество «Динамо», где многие ребята, зная друг друга, выступают и борются в том и ином виде спорта, как, например, борьба, самбо. Сейчас ребята готовятся, чемпионат будет у них по боксу среди силовых структур. Затем буквально закончился турнир по мини-футболу, где наша команда заняла все-таки, и неоднократно заняла, и становится подтверждает того, что чемпионами Приморского края среди силовых структур по мини-футболу. Сейчас планируется поездка на всероссийский такой турнир. Это Кубок ВСИН России, город Суздаль, где наши сотрудники, не то что сотрудники отдела специального назначения, а сотрудники аппарата управления, других служб, ведомств, которые именно в команде ГУВСИН будут защищать свой, как бы сказать, Приморский край. Помимо этого, вот на примере сказать обо мне, о других ребятах, которые служат, имеют различные награды, заслуженные в плане мастеров международного класса по тяжелой атлетике, там, пауэрлифтингу, да, по силовым каким-то троеборьям. Помимо того, что, как бы это не тайна, в нашем отделе служат не то что мужчины, сколько и девушки служат. Являются сотрудниками отдела специального назначения. Одна была, как бы и есть, в своем роде занимается кинологической службой и имеет, скажем, такой высокий разряд в рейтинге, то есть третья по России, по мундиалингу, это там представление собак на задержание, удержание, выполнение каких-то команд приученных. Также девочки выполняют различные такие соревновательные процессы. Другая наша сотрудница выступает постоянно на волейболе, волейбольная, является ярым представителем и руководителем члена профсоюза. Что касается меня, как бы являюсь действующим спортсменом и кандидатом асера спорта по гиревому спорту, как бы такой, где такие качества, как силы, скорость, выносливость. Любые занятия, любой вид спорта способствует не только в военной службе нашей, скажем так, сколько и в повседневной. Но вы часто принимаете участие в соревнованиях? Вот лично вы? Скажем так, я без этого не существую, уже не могу существовать. То есть это регулярность. Так как я являюсь судьей по мини-футболу, мне приглашение пришло судить всероссийские соревнования Кубок Син России, Суздаль, то есть это на высоком уровне, то есть оценили. Также являюсь, например, спортсменом и участником, помимо силовых структурах выступаю, я выступаю на городе, на крае, грубо говоря, на всероссийских соревнованиях, то есть такого плана. Соревнования вам даются тяжело с вашей физической подготовкой или легко? Или же все-таки участники, поскольку равные, поскольку вас отбирают, то борьба всегда бывает напряженной? Ну, это зависит от индивидуальных качеств спортсмена, насколько он готов или не готов к тому или иному. То есть иметь какую-то мотивацию, ради чего ты выступаешь, чтобы как-то утвердиться, скажем так. Например, победить, то есть у нас и называется спецназ-лидер, то есть куда бы мы ни поехали и в каких бы мы мероприятиях не участвовали, даже выезжая на повышение квалификации в различные регионы, как Новосибирскую область, Красноярский край, у меня всегда сотрудники, то есть приезжают с наградами в плане почетными грамотами, благодарственными письмами и вспоминают нас в таком хорошем слове в плане, что лидер, то есть надо соответствовать своему названию. Название лидер, оно официальное, но не во всех документах его прописывают. У нас существует более, например, 80 отрядов различных регионов, которые имеют там «Восток», например, такие названия «Мы лидер», «Северный волк», «Белый медведь», то есть это, например, Якутия или какие-то регионы. То есть разнообразие наших спецподразделений и наше общение нас сплачивает для выполнения каких-то задач, воспитания, так вот приведения там патриотизму, также детей сотрудников, соседей, скажем, школьников, проведения уроков мужества. То есть все это идет на добро, на нужную, на пользу, скажем так, нашей стране. А вот вы упомянули другие регионы. Есть ли какое-то взаимодействие, может быть, действительно с другими регионами, может быть, со всей России как-то? Здесь не только соревнования, а вообще какая-то совместная работа? Какие-то совместные задачи выполняются? Совместные задачи, конечно, помимо того, мы делимся опытом. Какие у них методы новые, какие у них есть вопросы, например. Сейчас возможность нашей телефонной связи, скажем так, образования групп в WhatsApp, в Telegram, то есть способствует обмену, например, если одни регионы спят, другие проснулись, но мы уже заранее знаем, например, встречи на каких-то выездах, в отпусках. То есть мы можем зайти в соседний, например, отряд, грубо говоря, поприветствовать, с приветственным письмом, подарком, и обсудить вроде в одной стране и какие-то вопросы, как оно, где происходит, и что у вас на этой почве, что у вас. То есть это очень помогает взаимодействие. Также есть планы взаимодействия, например, с различными регионами, как, например, Хабаровский край, Биробиджан. Были всероссийские, так сказать, приехали на соревнования, скажем так, чемпионат Хабаровского края, скажем так, по стрельбе, из служебно-боевого оружия на базе Хабаровского института МВД. Отличное гостеприимство, все, приехали различные регионы, то есть с Дальнего Востока, регионы, например, соседних стран. То есть образовалось около пяти, по-моему, или шести регионов, и статус сразу превратился в всероссийские соревнования. Ты едешь на обычные городские, грубо говоря, а приезжаешь, и ты уже статусность другая. И спецподразделения не только в СИН, ОМОН, Росгвардии, там, наркоконтроль огром, и очень много-много-много подразделений даже приглашают, если имеются в виду различные воинские части, так как они не относятся к подразделам и Динамо, а у них ЦСКА. То есть такого плана. То есть их всегда приглашаем, и всегда рады в личном каком-то первенстве поучаствовать, посоревноваться. То есть соревновательный опыт дает большой стимул для прогрессирования и самосознания, скажем так, в служебной деятельности, ну и в личной жизни, скажем так. Я так понимаю, что спорт в вашей деятельности занимает практически главенствующее место. Да, в расписании он самый первый стоит, скажем так. Если не успел там, все равно, ну это, я не знаю, как это можно даже сказать, охарактеризовать, что спорт – это движение, движение силы, движение, движение не только физическое, скажем так, и умственное, скажем так. Чтение книг обязательное, то есть прогрессирование знания документов, нормативной базы, изучение каких-то вношеств и принесение своих каких-то думок, нужно сказать. Не могу не задать, наверное, уже последний ключевой вопрос. Сегодняшняя ситуация, связанная с Украиной, связанная, ну опять же, с патриотизмом, который необходимо сплотить сегодня. Работы добавила вам или нет? Ну, стараюсь как-то, наверное, не замечать этой работы, потому что есть и наша особенность, специфики работы и работы. Многие сотрудники, переведясь, служить, например, в воинские части, которые находятся сейчас там, бывают моменты, что мы созваниваемся, и знать эту сложность, потому что на их месте можем оказаться в любой момент и мы с выполнением того или иного долга. То есть любовь к родине, также в оказании, там, в обеспечении безопасности где-то границы или что-то еще. В принципе, к этому все ушло. То есть мы готовы всегда. То есть есть цель, есть задача, надо ее выполнить. То есть назад дороги нету. То есть решение. Олег Александрович, может быть, вы хотели бы обратиться что-то сказать своим подопечным, юнормейцам, еще кому-то? Да, всегда пытаюсь желать всем добра, здоровья обязательно. Здоровье – это самая такое, как бы, неотъемлемая часть нашего всего сейчас. Ну и терпение, и стараться не поддаваться тем мнениям, которые и слухам, которые везде распространяются, а верить и достоверным информациям. Ну и как бы делать свои выводы. Что ж, спасибо вам за очень интересную беседу. Для меня, допустим, стало большим открытием, что у нас, оказывается, есть такие отряды отдела специального назначения. Может быть, современное поколение проникнется этим духом и присоединится к вашим рядам еще больше? Всегда ждем. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В гостях у нас был сотрудник спецназа, заместитель начальника отдела специального назначения «Лидер», подполковник внутренней службы Олег Александрович Орлахов. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА